Перевод Ирины Цыгальской На глаза людям теперь не показаться, только и слышишь. Вон, те самые старухи, что получили срок за хулиганство. Несчастный человек, тяжелые телесные повреждения, инвалид на всю жизнь. В тюрьму таких так нет, условно дали. Нет справедливости на этом свете. Да, ведь я иду мимо окна Калабуров. Слышу, маленький пецис распищался, а мать ему и говорит. Кричи, кричи, вот придут те старухи, тогда узнаешь. У мальчишки рот и захлопнулся. Раньше, когда мы с Паулиной в хорошую погоду выходили во двор посидеть под кустом сирени, дети так и велись около нас. Конфетку клянчили или приставали, чтобы Паулина рассказала про почин половинку остаточек или пасхальную ярмарку с каруселями на том углу, где нынче новая школа. А теперь хоронятся играть за сарайчик, а то выбегут на лестницу, увидят нас и дёру обратно в комнату. А на окнах во двор то одна гордина шевельнется, то другая. Поглядывают. Да и на улице под локоть друг друга толк, хе-хе, головы повернут и опять шу-шу-шу-шу. А дурёха Паулина, знай, смеётся. Пусть глядят на здоровье. Им хорошо, да и нам приятно. На молодых не глядели, так хоть теперь кто-то поглядит. Не картинки и чай были, не залюбуешься. Ишь, нашлась. Не картинки. Про себя пусть говорит. А я была. Мне есть, что на старости лет вспомнить. А у Паулины только и был тот щёголь, что выманил её с горем пополам накопленные гроши. А сам исчез, пропал, как иголка в сине. И полиция следов не нашла. Осталась Паулина в вековухах. После, что не заработает, всё на тряпки спускала. Фронтила на пропалою. Не было такого дня получки, чтобы не пришла домой с пакетом. И не евший, не пивший, не вымывший рук вытаскивать обнову. Тесёмку ножом и в комок, бумагу в клочья. Когда в хозяйстве-то что тесёмка, что бумага, всегда пригодятся. И я никогда ничего не бросаю. Хоть как долго провожусь, а развяжу и сверну так, что любо-дорого. Бумагу ладонью разглажу и приберегу к месту, чтобы добро не пропадало. Это нет. Тут же новую блузку, или что уж она там принесла, на себя и к зеркалу. Спереди, сзади, с одного боку, с другого, из-под лобья поглядит, голову назад откинет. Часами. Уж я ей говорила, что ты вертишься перед зеркалом, кто тут тебя видит. Повертись там, где парни гуляют, может, кто и клюнет. А она... Тусаки? Значит, что ты говоришь? Не всем же гоняться за мужчинами, как некоторые. Некоторые. Подумать только. Пойти навстречу ещё не означает гоняться. А не пойдёшь, не покажешься. Так ты узнаешь, что ты вообще есть на свете. Сквозь стены-то не увидит, как ты тут перед зеркалом фронтишь. Да, что говорить. Дурёхой была Паулина, дурёхой и осталась. И только из-за её дурости до фронтовства мы попали на скамью подсудимых. И ещё за её зазнайство. За вечное. Что ты говоришь? Хоть там я не знаю, что. Она только вскинет голову на манер королевы. Что ты говоришь? Да ещё с таким презрением. Даже когда я по утрам её будила, а будить приходилось постоянно, потому что Паулина спала, хоть и с пушки полей, так и тут я трясу её, вставай, говорю, пора на работу. А она сядет в кровати, голову откинет поблагороднее. Что ты говоришь? До того в привычку вошло, что если и сама чудом проснётся, то всё равно тут же усевшись брякнет. Тусаки. Хотя никто ничего и не думал, и не говорил. Ну уж, какой ни наесть, таким тебе и век коротать. Паулина хоть и дурёха, а мне всё одно сестра, другие родичи в осырой земле. Да и нам пора уже подумать о костлявой. Думать о ней мы начали пять лет назад. У Паулины одно на уме. Просмертное платье. Какое у кого будет, из какой материи. Шёлка, атласа или бархата. Я ей вот что. Ни на какой шёлк, атлас или бархат нам из своей пенсии не накопить. Она только голову откинула. Что ты говоришь? Другие, мол, старухи, как-то крутятся. То белых грибов наберут, то на брусники разживутся. А мы что? Ровно какие графини на одной пенсии сидеть будем? Совсем неплохо и нам свежим воздухом подышать. Мол, кроме дохода, хорошо и для цвета лица. Уж я с ней спорила. Мне, говорю, всё равно, какого цвета у меня морщины. Ну разве Паулину переговоришь? Жужжала надо мной, как осенняя муха, пока я не согласилась. И вот однажды. Поднялись мы ещё затемно. Корзины в руки и ай да, в лимбарские леса. Как на грех. И пора была грибная, и место хорошее нашли, и заработали на славу. Теперь уж Паулину дома не удержать, хоть верёвкой вяжи. Да и мне покоя не давала. Боровики ещё ничего, а вот брусника пошла. Что за наказание, господи? В спине прострел, руки все оттянуло. А ещё вечером машься пчелиным ядом. Не только наша комната, но вся лестница и коридоры провоняли, что твоя богодельня. Унялась Паулина, лишь когда началась клюква. Далеко больно от Риги, за день никак не обернёшься. Ведь клюкву теперь только те и собирают, у кого машины. Да куда уж нам, старухам? Да и так уже целую кучу денег заработали, осталось только решить, какую покупать материю и где портниху найти. Об ателье Паулина и слышать не хотела. А потом пошёл базар, пока рассудили, какую купить материю. Я хотела чёрное шёлковое платье с белым боротником и манжетами. Как у порядочного покойнику приличествует. Паулина уперлась. Нет и нет. Мол, чёрное платье с белой фатой вида не имеет. Мне, мол, нужно светло-серое, а то и совсем белое. Ах, белое, говорю. А на голову ещё веночек, да? Из твоей свадебной мирты. Мирту, вишь, Паулина посадила ещё в девичестве. И уже в ту пору, как появился этот её щёголь. Мирта была такая пышная, что Паулина с ног до головы могла бы украситься ею, если бы он только не смылся. А теперь, что и говорить, Мирта всё окно застила. И в том углу комнаты всегда зеленоватые потёмки. Паулина зашипела от негодования, а потом отрезала, что на похороны тоже нужна веточка Мирты. И не позаботься она, где бы взяли. Ой, недели две мы припирались, но Паулина была бы не Паулина, не навяжи она мне своё серое. А какое она сама будет шить, про то не скажет. Принесёт из магазина, тогда и увижу. Мне материю тоже она купит, мол, у неё лучше вкус. Тут уж я не уступила. Вкус у неё, как же, позолоченные часы поверх рукава надевает. Вот её вкус. Пошла сама покупать. Ну, как бы не так. Она по всей Риге за мной таскалась и за рукав дёргала. Это не покупай, то не бери. На эту не глядеть нечего. Складки совсем падать не будут. Какое там, к Богу, падать, когда на спине лежишь? Из гроба, что ли? Ну, беди-ка Паулину. Дурёх. Наконец, материя мне на смертное платье была куплена. Такой приятный, серый кремплен. Зато для себя Паулина рыскала до самой новогодней ночи. Меня с собой не звала, да я бы и не пошла. А когда принесла, и опять, по своей дурной моде, верёвочку скомкала, бумагу порвала в клочья, я думала, что прямо умру. Лиловая. Ярко лиловая, с золотыми и серебряными цветами. Парча. Я столбенела. Дурёха, кричу. А Паулина, подборода, кверху, и опять, тусатки? Что ты говоришь? Тут я высказала всё. А старый уродиня, у которой три подкрученных волоска на голове, руки, как жерди, но зато на платье золотые цветы. И как это всё будет выглядеть? Паулина опять своё. Тусаки? А сколько у тебя самой волосинок, если у меня три? Четыре, что ли? Купим парики. Белые с завивкой, а на руки белые перчатки. Парики. Когда после этих кремпленов да парчи, хорошо, если на портниху осталось? Но Паулине рот не закроешь. Разве же, говорит, мы этой зимой помрём, а следующим летом опять поездим по грибы и заработаем. Не померли. Но когда после грибов брусника пошла, то по мне лучше бы зимой померли. Опять всё сначала. Ломота в костях, пчелиный яд и сердечные капли. На парике, однако, заработали, хотя дороже они оказались, чем мы думали, зато уши красивые. Я свой примерила, поглядела, подходит ли, убедилась, что хорошо и положила на смертную полку поверх длинного серого платья. Но Паулина каждый божий день платье натянет, парик водрузит и ну перед зеркалом вертется спереди и сзади, с одного полку и с другого и с подлобья поглядит и назад откинется. Цветы на лиловом так и переливаются серебром и золотом. Разве можно было её уговорить, что так она ещё до похорон весь наряд истреплет? Что ты говоришь? И весь разговор. Когда после ещё одного лета с боровиками и брусникой появились у нас и перчатки, и длинные шёлковые нижние юбки, и тюлевая фата, и бог знает, что ещё. Паулина объявила, в такой гроб, что делают в конторе на улице Революцияс, она, хоть убей, не ляжет. Надо, найти частника и заблаговременно заказать. Комната у нас, хотя одна на двоих, большая. Что гараж у пожарников? Можно, говорит, спокойно поставить гробы в угол, пусть там они дожидаются своего часа. Больше с Паулиной не спорила, особенно, когда оказалось, что я в этом сером платье, белых перчатках, да в парике и впрямь выгляжу как баронесса, а то и почище. Гробы обошлись нам ещё в два лета белых грибов и брусники. Мне светлый, из лакированного ясеня. Паулине, обшитый белым шёлком и с рюшем по краям. Мол, если у неё свадьбы не было, так пусть хоть на похоронах белый шёлк будет. Делали гробы в нашей комнате. У мастера не было другого места. Уж соседи и так, и этак подкатывались. Кто там у вас стучит? Что тешит? Мы сказали, что ремонт, ремонт и весь разговор. Когда гробы были готовы, покрыли плёнкой и одеялами, чтобы не пылились и чтобы, если кто зайдёт, не напугался. Люди нервные нынче. Ну, раз всё готово, можно бы успокоиться. Так бы каждый считал. Но не Паулина. А ещё пишут, что перпетум мобили нельзя изобрести. Чушь. Чем Паулина не перпетум и не мобили в одной персоне? Откуда что берётся? Кожа да кости. Посмотришь, в чём душа держится. Она крутится, как белка в колесе. Только и покою, что ночью. Да и то мечется по кровати, подскочит. Что ты говоришь? Не то, что в молодости, когда спала, хоть и с пушки пали. А утром не успеет глаза продрать, сразу комоду и давай свою смертную одежду перебирать. Парик на голову напяливать. Я говорю, запачкаешь. Ну, так оно и случилось. Крутилась как-то раз перед зеркалом во всём великолепии и, как водится, всё назад отступало, 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 пока не наткнулась на стол, где у меня тарелка с тёртыми яблоками. Опрокинула себе на задницу и мой труд и лиловая парча всё пропало. Яблочное пятно с золотых и серебряных цветов разве выведешь где там? Тут уж Паулина взвыла и ревела до тех пор, пока не спохватилась, что на этом пятне она всё равно лежать будет и никто не увидит. С неделю после этого был мир да лад. Только поглядывала на комод да тяжко вздыхала. Выдвинет ящик, опять задвинет. Даже похудела, хотя казалось, больше некуда. И стала говорить, что все хлопоты были напрасные, мол, ей от похорон никакой радости, если не сможет посмотреть на себя в гробу. Как будто хоть один покойник когда-нибудь себя в гробу видел. Дурёха, да и только. Я и так и сказала, а Паулина опять своё «Тусаки, подожди же, дай срок, что-нибудь соображу». И надумала. Поставим гроб на стул. Она, мол, оденется и ляжет, а я её фатой накрою и украшу миртой, зажгу свечи, а потом позову фотографа, чтобы сделал снимок. Карточку, говорит, увеличим, и, пожалуйста, любуйся своим похоронным великолепием сколько душе угодно. Потом, говорит, также сделаем и с тобой, только фотографа она позовёт другого из другой мастерской. И опять, как водится, меня уговорила. В один прекрасный весенний день пришлось мне отправляться в мастерскую за фотографом. Нашла такого солидного господина, мягкого и круглого, как священник с проседью в волосах. Молодой-то разве сумеет хороший снимок сделать? Так я думала. И он сказал то же самое. Не волнуйтесь, говорит, карточка дорогой покойницы будет что надо на довоенной бумаге. Приду, говорит, после работы в семь часов. Я оставила солидному господину адрес и пошла на базар за голубыми подснежниками. Паулина сказала, что на фате должно быть восемь букетиков между веточками мирты. Ну, еще свечи надо было купить. Пока я, притомившись, домой дошла, Паулина уже свой белый гроб из-под пленки на середину комнаты выволокла. И теперь все за поясницу хваталось да пристану было. А ведь на середину выволочат еще что. Вот на стол водрузить вдвоем да с нашими-то силенками. Соседи ты не позовешь глядеть на такой театр? Я уж и фотографу постеснялась сказать, что покойница еще вовсе не покойница. Побоялась, что засмеет, хоть солидный такой господин в приличных годах и с понятием. В два приема пробовали поднять и снова на место ставили. На третий раз Паулина свой конец выпустила, так что только затрещала. Звук такой, прям как будто что-то сломалось. Ощупываем мы тот край, ощупываем под белым рюшем, ведь все равно ничего не видно. Да так и не поняли, развалился или нет. Паулина на всякий случай всплакнула. Я сказала, не плачь, у покойника глаза не должны быть красными, она свое. Что ты говоришь? Но высморкалась, все же и успокоилась. За это я и приготовила водички с сахаром. Тогда мы отдохнули полчасика и на четвертый раз все же как-то водрузили. Ну вообще-то гроб красивый, только вот тот край, что грохнулся, пол как-то не смотрелся. Хорошо еще, что сама Паулина была виновата, а то бы мне и в мышиной норе не спрятаться от ее стунов. Два часа Паулина прихорашивалась, вертелась перед зеркалом, ложилась в гроб, опять вставала. Да и в гроб я должна была ей подавать зеркало. То одно не так, то другое. Наконец решила, что губы тоже надо напутрить белыми, а то не похоже на покойника. Не поторопи я, застал бы ее фотограф перед зеркалом. И правда, только я успела Паулину фатой накрыть и приколоть к ней Мирту с подснежниками, как он явился. Свечи зажгла, пока он возился со своими лампами и подставками, а возился, надо сказать, долго. Такую фотографию сделать нужно, точное ли дело? При всей моей старости слух у меня, как у мыши. И вот слышу я, пока солидный господин, болтая между делом, все прилаживается да приноравливается, с какого места лучше снимать, моя Паулина начинает тоненько так носом посвистывать. Заснула. Но свист бы еще ладно. Стала я громче говорить, и солидного господина тоже прошу погромче, мол, плоховато слышу, а у самой ноги холодеют, а ну как Паулина вздумает и во сне ворочаться, или еще что. Лишь на то и надеялась, что от нашего разговора потихоньку проснется. Господин, надо сказать, хоть и солидный, но коротышка. Стол высокий и белый гроб Паулины, что стеклянная гора. Никак не сфотографируешь, куда-нибудь не взобравшись. Господин и на табуретку вставал, и на стул. Нет, не получается. Наконец, яда кумякова, ведь сосед свою лесенку в коридоре держит. И пошла за ней, и с хитростью разговаривает, топоча ногами, чтобы господин посвистно не слышал. Установили мы в ногах у Паулины лесенку, рядом с ней стул, чтобы мне залезть и держать лампу. И получился, наконец, как сказал господин фотограф, нужный ракурс. Только вот лесенка так трещала и качалась, что у него от дрожи в ногах брюки шуршали. Однако господин ничего так держался, бодро лампу велел, то так поднять, то эдак, пока наконец не воскрикнул громко. Вот так хорошо! И тут-то наша покойница как сядет рывком, как крикнет, что ты говоришь? Так сурово, да презрительно, как одна Паулина только со сна умела. Солидный господин лишь вскрипел коротко, нога мимо ступеньки загремел вместе со всем устройством на пол, да еще как на горе не за раз. Сначала щекой об угол стола, да так, что кровь брызнула, затем своим нежным аппаратом, а подсвечник, который тоже повалился ему на голову, я в крик, Паулина в крик, карабкаясь из гроба, фотограф на полу, на щеке кровь, нога в лесенке застряла, глаза закатываются, Паулина кинулась за нашатырным спиртом, хорошо, я все на место кладу, искать не пришлось, и пробку господину под нос, господин застонал, глаза приоткрылись, было, да только как увидел Паулину в золотых цветах и под фатой, которая, когда она из гроба вывезла, прицепилась за парчу и тянулась следом, вскрипел опять и меж веками только белые щелочки. — Ты, дура, не маяч, хоть перед ним, зашипела я, и один раз в жизни Паулина обошлась без этого своего тусаки. Отошла в уголок своей, мирки и сипела потихоньку, как курица на молнию. И мне пришлось одной управляться, знать бы еще с чего начинать. Первым делом привела господина в чувство, потом давай ему ноги из лестницы тащить, да где там? Боже мой, как притронуть господина, рать дурным голосом и ругаться, да так солоно, как я еще в жизни не слыхивала. Зови, мол, скорую помощь, нога на тысячи кусков, переломана. Так оно и было, видать. Не могла же не сломанная так замысловатая изогнуться в той проклятой лесенке. И милицию, говорит, тоже зови по горячим следам, она вам, старым ведьмам, покажет, как людей калечить. И чем больше он кричал, тем сильнее кровь из пораненной щеки. Я хотела хоть кровь-то унять, а он нет, пускай, мол, милиция увидит и скорая помощь. Что с ним натворили? На этот неслыханный скандал незваный непрошенный прибежали соседи, те самые, чья лесенка была в коридоре. Сам прикусил зубами кончик уса, сама выпучилась, как жена лота на горящий садом. Да уж и было на что посмотреть, если не на гроб и свечи, да на солидного господина, окровавленного и застрявшего в лестнице, то на Паулину в ее лиловом золотом под фатой. Вот уж теперь она была один раз картинкой. Господин углядел, что подошли двое, и давай кричать еще истушнее. Тогда и сказала соседу, чтобы шел к лабурам, где был единственный телефон во всем доме, и звонил бы уж в скорую помощь и в милицию. Что оставалось делать? Милиция прискакала первая. И давай допрашивать, протокол писать, хоть в землю провались на глазах у всех соседей. Потому что не только эти не ушли, но еще и коллабуры поднялись, и еще какие-то, с которыми мы толком и не здоровались. Паулина краснела, как пион. У меня слезы текли от стыда и досады, но рассказывать пришлось все. А когда приехала скорая помощь, опять сначала. И смотреть, как милиционеры кусают губы, чтоб не засмеяться. Врач тоже кусал губы, а санитары, молодые ребята, так и прыскали, нет, чтобы хоть чуточку сдержаться, невдомек. К добру такое озорство не могло привести, да и не привело. Пока врач под истошные крики господина вытаскивал из лестницы его ногу, да накладывал гипс, чтобы по дороге не моталось, и щеку приводил в порядок. Эти двое, ровно жеребцы, глянут на Паулину, потом на меня, потом друг на друга, да так и заскулят от смеха, так и затрясутся. А когда нужно было господина поднять на носилки, так у них из-за тряски дело шло нисколько не лучше, чем у нас с Паулиной, когда мы гроб на стол втаскивали. Доктор ругался, господин орал, а эти несли, носилки прыгали и тряслись, как нынешняя молодежь в этих модных танцах. Так они выпихнулись за дверь и затрусили по лестнице вниз. Я с ними не пошла. С меня и так сраму и расстройство по горло. Да все равно слышно было, как они ногами шаркая прыская волокутся вниз. А тут вдруг прыскание опять перешло в ржанье. Затем последовал мощный грохот и такой крик, какого еще в этот вечер не слышали. Кричали кто во что гораздо. Голос господина надо всем, как и Ярихонская труба в судный день. Они, шалопаев, вытряхнули его из насилок и хотите, верьте, хотите, нет, господин сломал еще и руку. Подал он в суд на нас, верно, еще лежа в больнице. Потому что, когда через полтора месяца вышел, то меня с Паулиной сразу вызвали. И опять пришлось рассказывать все сначала, хоть помирай со стыда. Опять все кусали губы и сам судья только воздух в себя втягивал, будто глотнул кипящего молока. Один лишь господин, да мы с Паулиной не смеялись. Потому что не только нога и рука у него сломаны, но еще сотрясение мозга и разбит его нежный аппарат. Господин настаивал, что это мы с Паулиной злонамеренно так сделали, потому что, когда он на лестнице стоя сказал «Вот так хорошо!» Паулина закричала «Что ты говоришь? Нечаянно так никто не просыпается!» Я, конечно, говорила и говорю, что Паулина всю жизнь так просыпается, но суд поверил не нам, а господину и присудил нам за злонамеренное хулиганство пять лет условно. Пять лет! У меня в глазах потемнело. Ни словечка я бы сказать не могла, но Паулина дуреха уже стала откидывать голову, и я ее дернула за рукав, чтобы не крикнула еще судье «Тусаки!» Но нет, Паулина спросила, будут ли ее хоронить в казенной одежде или в своей, если она умрет в тюрьме? Даже на скамье подсудимых только у ней и беспокойство было, что об этом лиловом золотом да о белом гробе. Судья, воздух в себя втянув придушенным таким голосом, объяснил, что в тюрьму идти совсем не придется, только в наших бумагах запишут, что были под судом. Тогда мы с Паулиной стали плакать, а другие улыбаться. И только наш потерпевший господин шипел и ворчал про несправедливость себе под нос, потому что перед судом на рожу не полезешь. Так мы, честно прожившие всю жизнь, казалось, из страшного суда особо бояться нечего. Из-за дурехи Паулины были осуждены еще здесь, на этом свете. К своей досаде, а людям насмех. Вернее сказать, к моей досаде. Паулине людские насмешки, что божья роса. Чем больше на нас пялится, тем благороднее она откидывает голову и еще меня пальцем вбок. Тусаки, что ты говоришь? И парик теперь таскает каждый день. В своих волосах и платочке на улице не покажется. Вот и будет к смертному часу таким же редким, как собственный пух. Но мне надоело говорить. Пускай делает, что хочет, только и сказала, что ради нее за брусникой больше не поеду. Моя смертная одежда и парик дожидаются своего часа. Навехонькие. Мне ехать незачем. Ну и не надо, говорит Паулина, не езди. Хорошо. До сих пор все хорошо. Но на прошлой неделе иду я из магазина, окно открыто. Моя Паулина в белом парике сидит на подоконнике, а рядом желтая пластмассовая ведерко, что нам сосед подарил на женский день. Я думаю, купил для своей собственной жены, да ей не понравилось еще бы. Такой обкромсанный уродец, что в него и войдет. Неужто иначе подарил бы? Да, так вот, эта ведерко возле Паулины полная воды. Что теперь уж в парике окна мыть станешь? Я спрашиваю. А она мне что ты говоришь? Ничего говорит подобного. Окна мыть не буду. А если говорит это ведро воды кому-нибудь на голову опрокинуть, то сочтут хулиганством. Что тебе опять от хулиганства понадобилось? Я ее спрашиваю. Под судом давно не была. А она мне больно приятный да обходительный был господин судья. Охота еще как-нибудь на него поглядеть. Глаза выкатила и глядит поверх сарайчика, будто ждет, что приятный господин судья спустится с неба и улыбается скорбно-слащаво, что твоя невеста. Видали? Дрожь берет. Как подумаешь, до чего мы еще можем докатиться из-за этой дурюки паулина. Впервые опубликовано в журнале «Литература ун Максла» «Литература и искусство» в 1977 году. На русском языке опубликовано в сборнике «Один день на милой доброй земле» «Латышские рассказы». Составитель и автор предисловия Зигмундс Скуинш 1981 год «Литература» «В respond Buenos misin» «Литература»